Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня у нас в гостях Любовь Афанасьевна Владейщикова, жительница города Озерска. Любовь Афанасьевна, вы, я так понимаю, родились в Озерске, да? Нет, я родилась в городе Свердловске. Сюда я приехала в возрасте. Вообще я приехала в Метлино. Это мне было 4,5 года. Но мы не сразу приехали. Мы приезжали на лето отдыхать к маминым родственникам. А в 9 лет, когда мне исполнилось 9 лет, мы переехали совсем. Это в каком году? Сюда. Это было... Сейчас скажу. Это было в 52-м году. То есть вы застали вот эту самую трагедию, да? Да. Мы приехали в 55-м даже, скорее, летом мы приехали и так и остались. Уже больше не уезжали отсюда. А так мы приезжали каждый год. Мама нас привозила к своим родственникам. Село Метлино было, которое вот стояло на реке Течи, которое потом выселили. Как раз выселяли, мы уже жили в Метлино. В 56-м году нас выселили, а в 55-м мы приехали уже на постоянное место жительства. Практически с 55-го года, с лета, мы практически живем, не выезжая вот здесь, в этой местности. Сначала Метлино, село Метлино. Затем нас всех переселили в поселок Ворошиловский. Поселок Метлино-2, оно сейчас считается. И вот с тех пор так и проживаем. В город, когда мы заехали, мне было 23 года. Это сейчас скажу. 72-й какой-то, или 73-й год. Я работала сначала, закончила школу, потом работала в Анисе, который находился в поселке Метлино-2. А затем я работала часть в ЦЗЛ. И ушла на пенсию с ЦЗЛ. И вот по сегодняшний день мы проживаем здесь. Вы хотели рассказать мне о проблемах, которые существуют в Озерске. Расскажите сейчас. Да, я пришла, конечно, к вам. Не могу сказать, что не с большой радостью. Я очень переживаю за то, что наш город, когда я приехала в город, это был расцветающий город. Здесь было много молодежи. Здесь какое-то будущее, надеялись, будет у города. Сейчас город постепенно становится, я могла бы сказать, что просто как деревня. Сейчас уже молодежи здесь все меньше становится. Молодежь уезжает по той причине, что город не разливается, работы мало. Город стал неухоженный, неуютный. Услуги, допустим, меня сейчас волнует очень медицина в городе, потому что город, сами понимаете, так сказать, окружает вредное предприятие. И на вредном предприятии люди работают, естественно, люди нуждаются в хорошей, качественной, современной научной медицине и хороших специалистах. У нас этого сейчас, к сожалению, не наблюдается. Я могу сказать, я не буду много говорить, у меня очень много есть что сказать, но я скажу коротко. Если мы сами себе, люди, не поможем, если мы сами себе не поможем, нам никто не поможет. Сами врачи, они тоже понимают, на каком уровне сейчас у нас медицинская помощь. Не потому, что у нас специалисты плохие или нам не хотят помочь, просто нет возможностей. Например, у нас в поликлинике номер один, которая находится на Октябрьской, 27 участков терапевтических. Из них 16 не заполнены участковыми врачами. Можете представить, что это такое? То есть, человеку нужна очень частая, если не каждодневная помощь. Извините, я передаю, Любовь Афанасовна. То есть, я так понял, в поликлинике, вот в самой главной нашей городской, всего лишь 9 участков работы. Всего лишь 9 участков заполнены, из 27. А по какой причине? Не хватает врачей. Нет врачей. Нет врачей. Это я говорю про участковых, которые, ну, как воздух нам нужны. Потому что люди, все что угодно может с человеком случиться в любой момент. И у человека должна возможность быть обратиться к врачу, к квалифицированному, который знает историю болезни этого человека. То есть, на свой участок. Если же я приду к незнакомому врачу, как сейчас делается, посылают врачи перегружены. Это явно перегружены. О какой качественной помощи может идти речь. Болезни у нас часто запускаются. У нас часто не хватает медикаментов для проведения химанализов, для диагностики. Болезни у людей запускаются. Люди теряют здоровье. Врачам тяжело, потому что они сами понимают, что они не могут справиться. Вместо 27 человек, 9 человек работают. А вы не знаете причину? По какой причине всего 9 врачей? Причина мне неизвестна, но я просто так, как бы сказать, по рассуждению, по своему мышлению, я думаю, что идет экономия. Сплошная экономия. Экономят на врачах, экономят для врачей зарплаты у нас невысокие. Люди не приезжают в наш город. Их не обеспечивают жильем. Приехали бы специалисты, я думаю, нашлись бы люди, которые бы сюда, даже в деревне сейчас люди приезжают. А очереди большие у врачей? Очереди очень большие. Люди приходят с утра где-то с 6, с 7, чтобы в пятницу прием, по-моему, запись на прием врачей. И люди ждут. Конечно, не все. Не у всех возможность есть записаться. Можете представить, значит, человек, который не записавшийся, что он должен делать? Нас вынуждают, вынуждают. Просто люди вынуждены, особенно у нас нет несколько лет окулиста. Окулист, сами понимаете. Если началась глоукома, то глоукому запускать ни в коем случае нельзя. Это очень чревато, опасно. Человек может ослепнуть, смотря как будет развиваться эта глоукома. И если сразу же не захватить ее, не начать лечить, то это очень опасно. Человек может полностью потерять зрение. И у нас таких специалистов, узких специальностей, не хватает. То лора нет, то невролога нет, то кардиолога нет. К кардиологу, например, я попыталась попасть в прошлом месяце, два талона, дается врачу два талона на месяц. А если больных больше, это кардиолог с сердцем, как можно откладывать. И люди либо вынуждены терять свое здоровье, рисковать своим здоровьем, либо вынуждены тратить деньги. А у нас нет богачей сейчас. У нас люди небогатые. Это... Любовь Афанасьевна, вы обращались в средства массоинформации и вообще в курсе? Наши городские власти в курсе этой проблемы? Или нет? Я думаю, что наши городские власти в курсе. Но так как люди молчат, так как люди молчат, они этим пользуются. Все у нас хорошо. А почему люди молчат? Вы знаете почему? Потому что или люди уже устали, или не верят в свой успех. А я, когда я начинаю говорить, давайте объединимся, давайте что-то будем делать, люди просто отмахиваются, говорят, у нас нет здоровья, это только время и здоровье потеряем. Они не верят ни во что уже. Поэтому я считаю, что сейчас вот я вынуждена обратиться к людям, потому что я взяла книгу жалоб. В этой книге жалоб меня задело очень сильно заявление пожилых людей, особенно которые страдают зрением. Вот есть, я все списала эти жалобы. Я хочу, конечно, с этими жалобами, с этими копиями обратиться, ну, куда следует. Я так просто не хочу оставлять. Сейчас, а куда следует, я обращусь к юристам, обращусь к правозащитникам, сама я кое-что, у меня кое-какой опыт есть. У нас есть правозащитники? У нас в городе, я не знаю, но есть в Челябинске, есть в Москве знакомые мне правозащитники. Конечно, я просто вынуждена буду куда-то обращаться. Но сейчас я обращаюсь, уважаемые люди, пожалуйста, не позаботьтесь о своих детях, о будущем своих детей, ведь им же жить. Мы уже пожилые, нам и то тяжело. А что же, дети сейчас очень больные, они постоянно тоже нуждаются в медицинской помощи, квалифицированной. Притом, заходишь в поликлинику, никогда раньше такого не было. Как-то, вы знаете, энергетика была, благожелательность была, какое-то отношение было совсем другое. Сейчас медработники, видимо, настолько устали, настолько все это беспросветно кажется, что нас просто, ну, я вам хочу сказать, ненавидят. Если мы идем, они, мне лично, прям, хотя я грамотный человек, хотя я опытный человек, мне бы лично было сказано, ты зачем сюда пришла? Все. Хороший вопрос. Ты зачем сюда пришла? Это мне не врач сказала, это мне сказала старшая дежурная медсестра, раньше, в 111 кабинете сидит. Я не знаю, или в 101, или в 101, по-моему. Но у меня связи с заболеванием моим, память у меня страдает. И, понимаете, я четыре раза обращалась с жалобами в книгу жалоб и предложений. Мне ни ответа, ничего, так я и не получила. И куда эти книги жалоб девались, и контролируются ли они, проверяются ли они. Я думаю, что ничего этого не происходит. Последняя книга жалоб была, она даже на книгу жалоб была не похожа. Там было ничего не расчерчено, там не пронумерованы страницы, там просто обыкновенный толстый журнал. И все. И люди там даже не пишут, простите, люди даже там не пишут ни свои адреса, ни телефоны, если раньше там все было расчерчено, все по графам можно было заполнить, и все понятно. И ответ можно там на обратной стороне. Человек мог прийти и получить. То сейчас этого вообще не происходит. И еще самое главное, что эта книга, как я считаю, должна быть доступна. Эта книга для нас, для пациентов, но она почему-то доступна, даже вот в таком виде, она доступна где-то до пяти вечера, потому что в этом же 101 кабинете она находится. И пока там люди работают до пяти вечера, до 17 часов, ее еще можно, доступ к ней еще есть. А после пяти уже приходите завтра. Ответ в реалистатуре. Приходите завтра. Я как-то попыталась написать, но книгу я не застала. Хорошо. Человек здоровый, молодой, может и время как-то выделить, с трудом выделить, сейчас это трудно всем. Ну а когда пожилой человек, я вот пришла в поликлинику уже, просто вынуждена была прийти. И вот такой я не получила ни помощи, ни книги жалоб. Я просто ушла, и я где-то потом пришла, наверное, дней через 7-8 только я смогла снова вернуться, прийти. Сама просто, как могла, так и оказывала себе помощь. И при том, это, понимаете, если бы это было временно, самое главное, что чем дальше, тем все хуже и хуже. Ничего к лучшему не меняется. А в основном, в основном я хочу сказать, что все это зависит от администрации. Очень многое зависит от администрации. И я не боюсь сделать им выговор, замечание, что товарищи, уважаемая администрация, обратите на это внимание. Администрация города? И города, и администрация ЦМСЧ. Потому что мы приезжаем в Челябинск, даже нам в Челябинске говорят, вы вообще-то не наши. Я обращалась в Министерство здравоохранения Челябинской области. Мне министры сказали, нас, ваш город, не пускают, ни с какими проверками. Жалоб много, но приехать и удостовериться, провести какую-то встречу с людьми, как-то повлиять на вас, мы не имеем возможности. Я зрителям поясняю просто, Озерск это закрытый город, и чтобы попасть в закрытый город, нужен необходимый пропуск, который выдаётся только через разрешение Федеральной службы безопасности и режимного отдела. То есть просто так заехать по Озерску достаточно сложно. Невозможно. Даже специалистам. Да. И вот они мне, министры, я разговаривала, они мне честно сказали, ваш фамилий с нами не разговаривает. Фамилий, я поясню. Это кто, поясните? Это начальник ЦМСЧ, начальник медсанчасти нашего города. Они сказали, что Павел, по-моему, Евгений Павлович его зовут, ой, или Евгений Павлович, простите, Евгений Павлович, с нами не разговаривает, нас не пускают в город, и поэтому вы подчиняетесь напрямую Москве. Ну, так и всегда было. Сейчас, сейчас, сейчас скажу. В прямую подчиняюсь. Да. Начальник. Ну, все. Видите? Но это не важно. Я в... Уйба, Уйба. А я вам хочу сказать, что мы с Уйбой ни разу не встречались. Я бы, например, предлагала, предложила, чтобы приехал Уйба, ФМБА, руководитель ФМБА, которому нашим медсанчат подчиняется. Вот. Провели собрание, но приезжают собрания, приезжают, ой, простите, приезжают, если с проверкой, из ФМБА, или откуда, мне это неизвестно. Люди не знают, с людьми встреч не происходит, они, конечно, подготовятся, на бумаге все замечательно, и все у нас замечательно в городе, все хорошо. А люди об этом даже не подозревают, что уже была проверка. Я сейчас, в этот раз, если у нас будет еще встреча, необходимость, я вам расскажу случай, что я могла бы вызвать проверку. Я сама, мне в министерстве, не в министерстве, а в приемной Путина предлагали. Когда я там была, мне предлагали. Вы были в приемной Путина? Да, я была в приемной Путина. По поводу, это совершенно еще другая тема. Если вы будете заинтересованы, я могу рассказать людям, что происходило с моим племянником. Я вынуждена была поехать в Москву. И вот только после этого я ему смогла помочь. Ну, ему смогли, оказали нормальную помощь. Вот. И я хочу сказать, что когда я была в приемной Путина, Мясоедов, это его зам, я не знаю его имени, отчества, он мне предложил, давайте мы к вам приедем с проверкой. Но, что я ему ответила, я пока вам не скажу. Это мой секрет, и мне это может быть в будущем еще и пригодится. Вот. Поэтому, уважаемые жители города. Я к вам обращаюсь с просьбой, если вас волнует жизнь наших жителей, ваших детей, будущее нашего города, пожалуйста, позвоните, я вам оставлю телефоны, мы, я и несколько инициативных таких же людей думаем, думаем, осуществить, организовать общественную, народную организацию по помощи людям, которые где-то были обижены, где-то незаконно, их права нарушены, как-то что-то изменить в городе. Я думаю, что это в наших силах. Я могу вам дать свой телефон 487-08. Любовь Афанасьевна, я размещу ваши телефоны в описании под видео, но вы сейчас озвучите их. 487-08, Любовь Афанасьевна, Владельщикова, и Клавдия Константиновна Гаран. Вы знаете, у меня телефон там, в сумме. Я потом... Вы туда. Вот. Если вы с нами согласны, если вы со мной согласны, что пора уже что-то делать, и кроме нас нам никто не поможет, пожалуйста, я жду ваших звонков. Спасибо вам большое. Я очень люблю вас, люблю наш город. Я хочу, чтобы у нас все было хорошо. Продолжение следует... Спасибо.